Смотрите, Мишель пошла гулять и, в общем-то, решила она, наверное, погреться на солнышке. Видите? Не могу показать. Лежит себе там, спит, загорает. Я её домой зову, а она идти не хочет. Мышка? Она где-то слышит меня. Ты домой собираешься идти? А? Ты загораешь? Моя девочка. Смотрите, вынесла вот эти контейнеры, которые у меня на кухне под раковиной стояли. Видите, там они очень грязные. Я, в общем, их вынесла. Хочу их здесь на улице помыть. И чтобы они у меня на солнышке просохли. Во, всё намыло. Сейчас у меня на солнышке всё выжарится. И можно будет заносить. Забрала Гулену домой. Идём домой? Мышка. Не особо она хочет, да, идти? Сонька спит. Сонька проснулась и покрутилась, покрутилась и заснула. И, в общем, мне нечего было одевать. Одела футболку Богдана. Видите? Шорты у меня были, а ничего сверху не было. На улице ходила. Думаю, надо одеться поприлично. Не будешь я в ночнушке ходить. Меня высыпало. И мне моя подписчица вот только что написала, что очень хорошо панкреатин. Такие таблеточки на ночь после такого сладкого, после всего остального. Так что я думаю, что нужно будет задуматься. И вообще, конечно, желательно делать профилактику, чистить печень. Я, если честно, забываю, иногда пропиваю. Аллахол я пью. Аллахол, активированный уголь. Вот. Поэтому нужно, конечно, с лета шашлыки, жара такая. И мороженое, и пирожное. В общем, всякого хочется сладкого, да. Нет, у меня, например, нет такого. Знаете, как там вот жарко, и люди не едят. Я ем всегда. Я даже когда болею, когда у меня температура, я всё равно ем. Я люблю поесть, поэтому я всегда ем. Вот. Поэтому нужно будет что-то сделать. А сейчас я хочу сделать масочку. Вот такая маска от Skin Tune. Первое свидание. Конечно. Надо, в общем, хочу сделать. Она идёт, видите, с пантенолом. Она идёт очищающая. Очищение чёрных точек. Овал лица подтягивается. Ну, это, конечно, такое дело. Покраснения, неровности станут менее заметны. Цвет лица станет сияющий. В общем, хочу всё сделать. Буквально на сколько? На 15-20 минут. Когда Сонька спит, я хочу себе её сделать. Мы сегодня опять без света и опять без воды. У нас как, в доме нет воды, а на улице вода есть. Поэтому в этом плане очень хорошо. Лето, можно спокойно. У меня тут посуду мыть буду сейчас. Потому что Соня ела, всё грязное. Да-да-да. Да-да. Мы рисовали, скажи, да? Да-да. Воду тебе надо? Ты только мыла ручки. Нет. Можешь любительница воды. Завтра я еду на маникюр. Мама приезжает сегодня. Уже осталось пару часов. Буквально, потому что я звонила. Соня, кричи, пожалуйста. И завтра я прямо с самого утра убегаю на маникюр. Буду пользоваться всеми возможностями. Да? Да. Сонька, вы видите? Помните, я вам показывала посылку Carters? Я не помню. Ещё с другого сайта показывала Happy Wear. Я показывала или нет. Я там заказывала Соньке трусики и маечки. Я не помню, если честно. И вот я вам показала уже на прошлой неделе, наверное. И до сих пор я его даже не разложила. Вот до сих пор этот пакет стоит. Вот надо сейчас сесть и заняться. София вон уже начала, видите? Начала заниматься. Хотела ей снять подгузник, но думаю, нет. Воды нет. Не буду я мучиться. Потому что будут лужи. А я пока не хочу. Всё, сейчас быстро мою посуду. И что, мама? Сегодня поела каша. Сама вся в каше, я в каше. Вот, видите? Ты будешь показывать? Ты модель? Да? Одевай. Сонь. Как надо одевать? Что это? Платье? Умничка. Ты собралась плавать? Да? Да? Туда тебе надо? А где ты играла? Покажи, София. Вон там мама тебе водичку набрала. Вот тут вот. Там? Давай аккуратненько. Молодец. Умничка. Аккуратно давай. Соня, нельзя пить. София. Что это дальше? Смотрите, ребята, на сколько град пошёл. Видите? Вон, не знаю, видно, вот такие вот беленькие лежат. Попробуем приблизить. Гляньте. Прямо сюда в стекло. Гляньте, какой. Видите? Жуть. Чернота такая. Видите, прям по окну стреляет. Ой-ой-ой. Видите, что творится? Скучал, Дим, за бабушкой? Да, ты мой золотой. А деду привет передашь? Дед будет смотреть. Не, моя лада. Ты тебе подарки принесешь? Будем от дедов посмотреть подарки? Вот и помыли машинку, да? Да. Сколько вышло помыть? 100 рублей ровно. 100 рублей ровно за сколько? Минут 5? Не, ну по времени. Ну, быстро очень. По рекаму 100 рублей. Протёр и всё. Ещё и воском. А так машину помыть рублей? 600-700. Рублей 600-700. Нет, ну это же без пылесоса. Ну да, внутри мы не пылесосим. На рублей можно просто её вылезать. Близко к муниципалу только. Ну да, я надеюсь, всем слышно, потому что у нас здесь тут дорога, видите? Тут у нас стройка идёт. Тоже, видите, дом. Тут же сразу другой дом. И за опять дома. То есть люди друг другу в окна смотрят. Конечно, не очень классно, но... Всё строят, строят, строят. Очень много строят у нас. Тут же есть ещё сушка, пылесос. Всё это можно пропылесосить. Красота, конечно. Коврики моются. Очень удобно. А я рассказываю, что коврики можно помыть. Вон, руки помыть. Вообще красота. Чем занимаются родители, которые оставили детей дома с бабушкой? Съездили за продуктами, помыли машину и забрали посылку. Всё, что угодно, лишь бы к дому не ехать. Всё быстро дела, 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 которые можно, в принципе, и с детьми, но лучше, конечно. Но лучше с бабушкой. Но лучше с бабушкой. Бабушка там вообще, конечно, тает. Так, мы уже поехали домой, купили продукты, но я уже снимать не буду. Едем домой. Я сейчас вам покажу, что я купила. Какая мне посылка пришла. Вот, Свалдборис забрала гель для быстрого удаления кутикулы. Я все хожу на маникюр, но вот иногда нужно... Вот хочу попробовать. Мне завтра уже идти, потому что ногти в таком же состоянии не очень хорошем. Так что, девочки, попробую, расскажу вам, стоит или не стоит. Так, ребята, знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я собираю аптечку. Мы едем с мамой на море на неделю, поэтому я максимально готовлюсь. Я всегда беру с собой вот все необходимое. Надеюсь, мне этого хватит. На всякий случай. Я всегда беру большую аптечку. Я перестраховываюсь, поэтому покажу вам, что я беру. Так, первое, значит, я беру кокосовое масло для загара. Вот такая вот защита 30-ка от Фаберлик. Мне очень нравится. Корейская 50-ка, ну, 47. И после загара. Это обязательно мазать детей, себя. Кокосовое масло буквально там для загара. Но меня загар не берет, поэтому это такое самовнушение. Дальше. Энтеросгель обязательно, потому что инфекции куча. Соня пьет воду, ей все равно, что она, я поднимаю все с пола, поэтому Соня вот будет полисорб. На всякий случай. Энтеросгель. На всякий случай. Я вот говорю по максимуму. Норофен. Обезболивающий, жаропонижающий. Панадол. Это мы тут вырезали динозаврика. Обязательно чередовать. Флаксал. Это капли в глаза. Это Тантун Верде. Атипакс. Ушки. Зертек. Это противоаллергии. Виброцил в нос. В нос я беру много, потому что у нас у димки аденоиды, поэтому Аквамарис. Мирамистин тоже. Горло, раны, все остальное. Аквамарис такой маленький. Називин детский. Називин спрей капли. Это противоаллергии на Занекс. Это Галазолин. Это я себе беру. На всякий случай. Мало ли что. Бактрабан. Мазь. Ссадины, ушибы. В общем, обязательно. Траумель. Тоже. Ой, упал. Так. Ой. Фенистил. От укусов. Тоже противоаллергенный. Да. Укусы насекомых. В общем, всякое такое. Зуд. Там комары будут. Салфетки стерильные. Хлоргексидин. Перекись. Как это я вам показала. Лейкопластыри. Пластыри обычные. Очень нужны. Потому что Сонька ходит. Димка бегает. В общем, обязательно. Дальше. Муколтин. Это себе. Лизабак от горла. Ему дон от горла. На всякий случай. Регидрон. Калгель. На всякий случай. Беру. Потому что Сонька зубки лезут. Ну, на всякий случай. Регидрон тоже мало ли что. Спазмолгон тоже. И обязательно градусник. Вот такой вот минимальный. Минимально-максимальный набор. Который я беру с собой. Ну, потому что по-другому никак. Если в случае чего, я думаю, мы сможем что-нибудь из этого выбрать. Потому что, чтобы ночью не бежать никуда. Потому что, знаете, как обычно, что-то плохое случается ночью. Ну, будем надеяться на лучшее. Нам это ничего не пригодится. Поэтому еще у меня будут свечки Софии. Это вибрукол на всякий случай. Я их куплю завтра. И их нужно будет хранить в холодильнике. Все. Аптечка готова. Бабушка привезла нам вкуснющего сыра. Гляньте, сколько много. И косичку. Мы уже вчера одну съели. Моцареллу тоже мы уже поели. Сейчас пойдем кофе попьем. С сыром. Я сходила сегодня на маникюр. Очень устала. Вы не пугайтесь. Я покрасила брови. Хожу. Вот, знаете, с Телли мне хватает где-то на 7 минут. И у меня брови прокрашиваются. А вот этот вот рефектоцил, по-моему, да, он так называется. Мне нужно ходить минут 15, а то и 20. Чтобы хоть брови немножко потемнели. Сейчас я вам, кстати, его покажу. Вот такой вот рефектоцил. Он идет серого цвета для блондинок. Но графит, по-моему, он называется. Но он очень плохо красится. Там еще был коричневый. Но я коричневый. Мне сказали, коричневый будет слишком темный. Ну, где-то минут 15, а то и 20. Нужно ходить, вот, держать его. Сушка домашняя бабушка привезла. Пересыпает все по баночкам. Нам на зиму запасики. Тут у меня картошка варится. Молодая. Запеканочка я приготовила. Немножко она мне так поджарилась. Обычная творожная. Наша любимая запеканка. Очень быстро, очень просто готовится. Кто меня смотрит давно, тот знает. А я вам расскажу сейчас быстрый рецепт. Кто не в курсе. Полкилограмма творога, 3 яйца, 3 столовые ложки манки, где-то 3 столовые ложки сахара. И чуть-чуть, немножко разрыхлителя. Все это блендером можете взбить или просто перемешать и в духовку выпекаться. Все готово. Не надо отдельно взбивать яйца, ничего. Все очень быстро готовится. Очень вкусно. Такая красивая получается, видите. Так что очень вкусно. Все, салатик нарвали из нашего огородика. Все перемыли. Перемыли и будем делать, просто будем кушать, резать и кушать как с салатом. Не буду я морозить, потому что тут написала, что можно, тут написала, что нельзя, он потом будет никакой. Поэтому просто будем делать огурцы и помидоры. В общем, такой будем салат кушать, полезный. Вот, покрасила я брови. Брови держала 25 минут. Представляете, вот чтобы они были вот такие вот. Я бы не сказала, что они прямо очень темные. Поэтому, кто будет покупать такую краску, имейте в виду, что как бы красится как-то вот так. Вот эстель красилась намного лучше. Ну, там у меня и окислитель был 6-процентный, а здесь 3-процентный. Идет тоже вместе с этим рефлекторцилом. Такая баночка большая. Пришел мне маленький заказ от Фаберлик. Заказала вот такой вот гель для душа. Заказала, если честно, и забыла. Пока он мне пришел, неделю шел. Представляете, целую неделю. Мишель, помощница моя. Запах девочки просто невероятный. Такой ванильный, ванильный. Прям очень приятный. Не знаю, как он будет мылиться, пениться. Ну, в общем, заказала, попробую. Вот такие вот крема заказала. Это для мамы. Я заказываю уже. Она берет уже не первый раз. Поэтому, если у кого мама, и вот, по-моему, здесь 50 плюс что ли идет. В общем, классные крема. Они подтягивают. Очень хорошие. Вот дневной и ночной. Маме очень нравится. И вот такую вот туалетную воду взяла для папы тоже. Прям такая она мужская, хорошая такая туалетная вода. Тоже беру уже не первый раз, и не второй, и не третий. Я даже не знаю, сколько. Очень много раз уже брали. И вот именно это такой мужской хороший аромат. Мне очень нравится. Такой именно запах папы. Так что, такой вот маленький заказик пришел. А, еще заказывала тканевые маски. Я их с собой беру, потом вам покажу. Ну что, ребята, буду на этом заканчивать. Уже влог. Ой, уже вечер. Мы устали. У нас, слава богу, сегодня была хорошая погода. Не сильно жарко. Сейчас такой ветерок. И прям так прохладно. Мама там зимчиком катается на качели. Сейчас, если получится, я вам покажу. Ну, не знаю, если они, по-моему, уже там собираются заходить домой. Мы тут дома с Сончиком. Погода прекрасная. Погода радует. Впереди выходные. Всем желаю хорошо провести выходные. Отдохнуть. Вкусно покушать. Выспаться. Это самое главное. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что вы подписываетесь. Пишите комментарии. Безумно приятно. А я буду вас радовать влогами с моря. Надеюсь, вам понравится. Кто не сможет в этом году поехать на море, то хотя бы посмотрит, послушает шум моря и тоже хотя бы немножко отдохнет. Я, может быть, сделаю какие-то такие небольшие вставочки морские, чтобы вы просто послушали шум моря. На самом деле, это очень успокаивает. Я очень люблю такое тоже смотреть. Поэтому, надеюсь, вам будет приятно и вы будете отдыхать вместе с нами. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока.